Ом Ти Ви Юэй про головне. Подработи на Запорожский фронт, ну вообще без изменений, там вот второй, третий день. Бои при этом идут, да, там не тишина такая мертвая. Дегенераты из рашистского ФСБ слепили очередной фейк с якобы подготовкой террата против мечети со стороны украинских спецслужб. На видеодопроса задержанный говорит, что ему, цитата, «Надо было купить коктейли Молотова и закинуть их в мечеть». Интересно, где их нужно было купить? В «Пятерочке», в «Магните» или в «Чижике»? Сказочные идиоты. Братом согласились. Как именно он должен был произойти? Надо было купить коктейли Молотова и закинуть их в мечеть. «Это какой-то позор». Тем временем силы обороны Украины, а именно воины 110-й бригады, сбили очередной рашистский штурмовик Су-25. Это произошло в Донецкой области, на Покровском направлении. Ракета пришла за теле. Гореть! Я бачу, шо летак гореть. Есть! Питбеллы! Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать. Ошибаться можно, брать нельзя. Но должны освещать эту работу, боевую работу, объективно. Теневой флот России регистрируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Там малоизвестные компании приобрели десятки танкеров. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на свои источники. Отверждается, что неизвестные компании, о которых ранее никто не слышал, в течение последнего года покупают танкеры, которые могут перевозить сжиженный природный газ. Большинство из них регистрируются в Эмиратах. Более 50 судов сменили владельцев, начиная со второй половины 2023 года. При этом некоторые из приобретенных танкеров ходят по маршрутам, по которым обычно перевозят российский газ. Отмечу, что транзит российского СПГ запрещен через европейские порты, а с 2022 года действует ценовой потолок на российскую нефть. — Скажите, исходя из публикации Financial Times, как вам кажется, насколько все-таки вероятно, что это действительно ценевой флот России, что вот эти танки, они лишь прикрываются флагом Арабских Эмиратов? — Ну да, вероятность такая высока. Вы знаете, что это же не первый случай. Россия, например, увозит нефть под флагами государства Габон. Это очень большой теневой флот, именно зарегистрированный в Габоне. Поэтому это не новость какая-то. Это такой традиционный прием России для того, чтобы обходить санкции. Ну, обратно же нам даже заметить, что это, можно сказать, даже не танкеры, а газовозы, по которым переводят сжиженный природный газ. Вы знаете, в России реализуют ряд проектов по сжижению газа. Это в первую очередь компания «Новотек», «СПГ-1», «Ямал» и «Артик-СПГ-2». Также Сахалин. На Сахалине тоже реализуются эти проекты. Ну, в принципе, я не совсем понимаю, для чего им теневой этот флот. Именно по газовозам, потому что, в принципе, они легально поставляют сжиженный природный газ в Европу. То есть, да, транзит запрещен, но поставки в европейские страны не запрещены. И поэтому такие страны, как Испания, Бельгия, частично Франция, они покупают этот сжиженный газ с России абсолютно легально. Да, запрещен транзит, но Россия, в принципе, более заинтересована продавать этот сжиженный газ в странах Европейского Союза, потому что тут меньше логистическое плечо. Они этими занимаются. В принципе, сейчас именно на продажу, не на транзита, или экспорт, а именно на продажу в Европейский Союз запрещения поставок СПГ не существует. Но вот европейские страны относительно недавно заявляли, что не дадут проходить российским танкерам через Балтийское море, потому что эти танкеры якобы уже слишком старые, и они просто вредят экологии. Как вам кажется, вот, может быть, таким образом Россия может использовать вот эти танкеры? Может быть, они предназначены вовсе не для работы вот где-то там вот на Ближнем Востоке, а именно для, может быть, их дальнейшей переброски в Балтийское море? Ну, понимаете, в чем дело, что это же разные виды суден. То есть, если нет то судно, которое перевозит сжиженный газ, но не может перевозить нефть, потому что там у него другая совершенно конструкция. Поэтому, если мы говорим о газовозах, которые именно зарегистрированы вот в Объединенных Арабских Эмиратах, то смысла тут я никакого не вижу, да, то есть, поэтому они могут только использоваться как газовозы, а не как перевозчики нефти. И что касается, действительно, да, Европейский Союз одно время рассматривал вопрос запрещения проходов в Датских проливах для устаревших танкеров. Ну, потом что-то не получилось, и, в принципе, танкеры проходят. Вы знаете, что через Балтику, например, поставляется в Индию около 5 миллионов тонн ежемесячно, в Турцию около 2 миллионов тонн ежемесячной нефти. И, кроме того, Турция еще покупает через Балтийские порты более 2 миллионов тонн, где-то 2,3 миллиона тонн в месяц нефтепродуктов. То есть, пока что это все не действует. Ну, на мой взгляд, вот эти меры, которые предпринимаются, они недостаточны. То есть, действительно, наиболее действенная мера была та, что когда Европейские Союзы и некоторые другие страны к ним присоединились, запретили просто покупку российской нефти и нефтепродуктов. Это действительно помогало, это были серьезные санкции, которые сейчас действуют. Что касается потолка цен 60 долларов, то, в принципе, эта мера, как мы видим, особенно не действует. Я думаю, что необходимо подумать о том, чтобы вместо этого потолка в 60 долларов, который, ну, видим, малоэффективен, надо внедрить такую схему, которые, и такие санкции, которые были внедрены по отношению к Ирану в свое время. То есть, это нефть в обмен на продовольствие. То есть, Россия поставляет, допустим, ну, бартер такой, Россия поставляет какие-то продукты питания в Африку, допустим, для стран Африки через ООН. А, соответственно, ей позволяют на эту сумму поставлять нефть. Я думаю... Они вот буквально там три дня назад в Донецке продемонстрировали, что у них по ситуации... Ну, все мы знаем, в Часов-Яре под Волчанском там несколько зависло наше наступление. Хотя разведка Испаньолы и зашла в Часов-Яр. Ну, это хороший знак, да, но это не означает взятие Часов-Яра.